Встречи Эндрю Янга с избирателями больше похожи на рок-концерты, чем на типичные политические мероприятия. Этот кандидат-демократ особенно популярен в среде технически подкованной молодежи, которая считает его выразителем ее чаяни. Я очень горжусь тем, что я первый американец азиатского происхождения, который участвует в гонке за Белый дом от демократов. Предприниматель из Нью-Йорка родился в семье выходцев из Тайваня. Одноклассники помнят, что Янг выделялся внешне еще со школы, где царил строгий дресс-код. Его было сложно не заметить. Так, например, когда нам велели явиться в спортивной куртке, он приходил в плаще. Многие считают, что у него почти нет шансов в этой гонке за президентское кресло. Но я считаю, что он вселяет надежду своим примером, доказывая, что вы можете стать кем угодно, если у вас светлая голова. Если честно, я не ожидал такой возможности для азиатов США в ближайшие 10 или даже 20 лет. Это невероятно, что сегодня у нас такой выбор кандидатов. Как мы знаем, в западных странах наших представителей в политике не так много. Для нас это огромный, гигантский шаг. Я не участвовала в политической жизни страны до тех пор, пока не увидела Эндрю Янга. Сегодня я впервые в своей жизни сделала пожертвование на политическую кампанию. Интернет стал той площадкой, где Янга впервые заметили многие из его сегодняшних сторонников. При этом эти молодые люди подчеркивают, что готовы голосовать за него не потому, что у него азиатские корни, а потому, что они поддерживают его идеи. Эндрю Янг считает, что в недалеком будущем искусственный интеллект и роботы займут многие рабочие места американцев. Поэтому в случае своей победы обещает выделять каждому совершеннолетнему гражданину страны по тысяче долларов в месяц в рамках программы обеспечения базового дохода. Деньги на эту программу будут предоставлены компаниями, получающими прибыль от автоматизации. Тысяча долларов в месяц поможет многим американцам привести финансы в порядок. Сегодня в США многие лишь выживают. Для того, чтобы свести концы с концами, им приходится работать на двух, а то и на трех работах. Если эта программа станет реальностью, мне не придется работать, пока я учусь. Я идеальный кандидат на этот пост, так как, будучи азиатом, который любит математику, являюсь полной противоположностью Дональду Трампу. Не все американцы азиатского происхождения одобряют этот слоган Янга, закрепляющий стереотипы об азиатах в США. Я очень обеспокоена, так как считаю, что, к сожалению, мы живем в стране, которая будет экстраполировать опыт одного человека на представителей всей группы. Янг таким образом углубит типичные стереотипы, от которых американцы азиатского происхождения сегодня стремятся дистанцироваться. Но что касается многих других аспектов своей кампании, Янг смело идет против стереотипов. И да, я, ваша мать, хорошо занимался математикой. Не цензурно ругаясь на публике, он идет вразрез со стереотипом о тихоних азиатах, которые боятся поднимать волну. Но даже при таком энтузиазме на встрече с избирателями возможность победы Янга представляется весьма маловероятной. И все же я хочу напомнить о том, что произошло с Дональдом Трампом три года назад. У него практически не было шансов на старте. Итог вам известен. Он сидит в Белом доме. А пока Эндрю Янг и его сторонники говорят, что не стоит недооценивать возможности интернета. Эндрю Янг!